дальше дальше о чем мы обязательно говорим в письмах наших это о боли вы должны писать так чтобы человек после прочтения вашего текста почувствовал себя очень-очень хреново от того и очень-очень плохо от того что до сих пор не купил у вас чего того что вы предлагаете если он не покупает и продолжает не покупать значит он должен чувствовать себя еще хуже то есть вот этот принцип можно и очень хорошо использовать в текстах один из способов это описание это описать в тексте что человек не получит если он не примет решение прямо сейчас то есть что он не пал не то что он получит а то что он не получит ну примеров тут может быть много абсолютно да он он лишится бесплатной какой-то услуги да он может лишиться возможности задать свои вопросы профессиональному врачу и профессиональному диетолог see если у вас есть какое-то диетологическое сопровождение если не придет на первой консультации он не получит возможность задать свои вопросы профессиональному тренеру если он не придет на водный инструктаж он не получит там возможность там составление первой программы тренировок если такую услугу предоставляете наводном инструктаже под это как пример вам следующее на что нужно делать акцент своих письмах в чем еще такая фишка вы должны вызывать восторг то есть восторг следующие такой ключевой момент делайте свои тексты эмоциональными если вы пишете и вкладываете в текст эмоции а потом после прочтения текста это эмоции у вас остается или даже усиливается то есть вы прочитали то что вы написали о круто я бы сам вообще купил такое то это то что надо это тоже самое что чувствуете вы будут чувствовать другие люди текст должен быть эмоциональным это обязательно он должен вызывать эмоции любые позитивные негативные хоть какие на самом деле но только эмоции человека могут как-то выбить из его привычной рутины какие-то новые чувства и могут как-то вообще его зацепить у вас есть возможность проникнуть человеку скажем так доверие дальше здесь есть одно но чтобы передать эмоции нужно уметь их чувствовать и усиливать их у себя то есть для того чтобы писать эмоционально в этой эмоции должна ощущать то есть если вы пишете о любви то вы должны ощущать любовь если вы пишете о поддержке то вы должны ощущать эту поддержку да то есть вы должны ощущать то что вот как это да давай человеку поддержку вы должны чувствовать это в первую очередь и следующий принцип из этого же вытекающий это чувство эмпатия то есть вот чего хотят люди на самом деле работа фитнес индустрия самое главное что вы должны сделать это и чем вы должны обладать это эмпатией вы должны чувствовать своих клиентов что здесь я имею ввиду вот мы зачастую не находим понимания даже у самых близких и клиенты не исключение очень многие люди одиноки в своих семьях и это нужно учитывать да и но это нужно знать и вам нужно передать при общении с человеком лично или через текст что вы понимаете его вот помогите ему быть важным вербальное или невербально благодарите его за то что он есть что он слушает ваши слова что он следует вашим советам что он является вашим клиентом то есть проявите чувство благодарности за то что вообще вы можете с ним общаться да и он вам такую возможность дал дайте ему почувствовать что вы понимаете его что вы о нем заботитесь делайте все что делайте все чтобы его жизнь была лучше но это действительно так фитнес индустрия она направлена на это основной из принципов это улучшение качества жизни клиента до улучшение качества жизни другого человека через различные там способы через то чтобы он был там здоров здоровее энергичнее веселее позитивней и все это мы даем и все это мы можем дать так вот дайте это через страницы вашего сайта и давайте это постоянно общаясь с вашими клиентами в клубе если мы следуем такому принципу до принципу эмпатия и возьмем это для себя как основной принцип то все в жизни становится намного проще и продажи начинают идти совсем по-другому и это очень чувствуется вообще и тем людям которые читают ваш сайт эти тем людям которые читают вашу рассылку и тем людям которые приходят к вам поэтому не забывайте об этом чувстве и не забывайте о том что чего же люди на самом деле хотят